Девушки отдыхают 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 чем достичь каких-то карьерных успехов. Сегодня университет — это самостоятельное государство с девятью факультетами, тремя институтами, тридцатью девятью кафедрами и профессорско-преподавательским составом в количестве более четырехсот человек, из которых более двухсот имеют ученые степени и звания. Конечно, изменилось многое. Улучшились условия, улучшилась материально-техническая база, но главное все равно осталось неизменным. Что такое учитель? Учитель — это человек, который готов отдать всего себя, который готов впустить в свое сердце всех своих учеников. И оно настолько большое, это сердце, что места хватает для всех. Когда ты относишься с уважением к студентам, они это сразу чувствуют. Рушится стена между тобой и студентами. Стена возрастная, психологическая, национальная. И возникает взаимопонимание. Вот когда есть взаимопонимание между преподавателем и студентами, это великое счастье. Счастье. В полном смысле этого слова. Университет стремится не только передавать от поколения к поколению свои научные и культурные достижения, но постоянно совершенствоваться в вопросах воспитания конкурентоспособных специалистов, настоящей интеллектуальной элиты ТУВЫ. Будущим абитуриентам университет предлагает большой спектр направлений подготовки по программам бакалавриата, магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации. Несмотря на то, что мы являемся классическим университетом, педагогическая составляющая при подготовке специалистов в нашем университете занимает тоже очень важное место. Потому что большинство наших выпускников – это учителя. Козылский педагогический институт, созданный на базе факультетов начального обучения и педагогики и психологии, является ведущим структурным подразделением Уинского государственного университета. Перед институтом стоят важные задачи подготовки будущих учителей начальной школы и технологии, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов-психологов, социальных работников и логопедов. На сегодняшний день филологический факультет Тувинского государственного университета является одним из самых многочисленных. Библиотека – современный компьютерный кабинет с выходом в глобальную сеть интернет. Кабинеты оснащены современным программным обеспечением. Основной задачей факультета физико-математических наук является подготовка учителей математики, физики и информатики для общеобразовательных школ Республики Тыва. Под руководством доктора физико-математических наук профессора Александра Ивановича Жданка на факультете функционирует научно-исследовательская лаборатория «Теория вероятностей и ее приложений». Неоднократно лаборатория становилась одной из лучших научных лабораторий университета. Одним из старейших факультетов университета является факультет естественно-географических наук. За время существования факультетом подготовлены около 3,5 тысяч высококвалифицированных специалистов, из которых более 40 получили ученую степень кандидата и доктора наук. Инженерно-технический факультет Тувинского государственного университета является динамично развивающимся подразделением, где подготовка кадров технических специальностей ведется с внедрением инновационных образовательных технологий в сочетании с наукой и техническим творчеством. Учебные занятия ведутся с элементами научных исследований. Созданы лаборатории по геологии и метрологии, лаборатории по испытанию строительных конструкций и технической эксплуатации зданий. Сельскохозяйственным факультетом были подготовлены более 2,5 тысяч специалистов. Теоретическое обучение на факультете взаимосвязано с практической подготовкой студентов. На факультете успешно функционирует ветеринарная клиника «Унивет», создан «Виварий» и плодово-овощной сад. Сюда они приходят, ознакомливаются с сельхозживотными, ознакомливаются кормами, как их кормят, как выращивать, как их разводить. Студентам очень нравится, они очень охотно интересуются со специальностями, так как у нас ветеринары учатся, физотехники, технологи. Систематичность и глубина знаний в самых разных областях культуры, аналитические навыки, знания иностранных языков и современных информационных технологий позволяют видеть в выпускниках исторического факультета действительно образованных людей. Прочный фундамент полученных знаний позволяет строить практически любую карьеру. Это и есть то, что называется классическим гуманитарным образованием. Факультет физической культуры и спорта является одним из ведущих педагогических коллективов. Гордость факультета – это спортивные достижения студентов, среди которых много мастеров спорта. Студенты с честью выступают на самых различных соревнованиях, в том числе и международных. С момента создания экономического факультета, его руководством в качестве одной из стратегических была поставлена задача подготовки кадров высшей квалификации – кандидатов наук. По сводной рейтинговой оценке научно-педагогической деятельности факультетов, экономический факультет за последние пять лет занимает ведущее место. Преподавателями кафедр экономического факультета защищено 11 кандидатских диссертаций и одна докторская диссертация по утвержденным научным направлениям факультета. Юридический факультет является одним из молодых факультетов в Тувинском государственном университете. Кафедры факультета тесно взаимодействуют и проводят работу по привлечению к учебному процессу высококвалифицированных специалистов судебных органов, органов исполнительной власти, правоохранительных органов и работников прокуратуры. На факультете работает юридическая клиника. Будущие юристы имеют возможность закреплять свои теоретические познания на практике, не выходя из стен университета. На сегодняшний день в Козыльском педагогическом колледже имеются два кабинета информатики и кабинет информационных технологий, оснащенные интерактивными досками и проекторами, в которых студенты занимаются в учебное время, а также при выполнении самостоятельной и домашней работы. Тувинский государственный университет проводит активную международную и региональную деятельность. Университет является полноправным членом международных ассоциаций, таких как Ассоциация Азиатских университетов, Ассоциация образовательных и научных учреждений Сибирский открытый университет, Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Наш университет – участник проектов «Темпус» и «Эрасмус плюс» Европейского союза. Нашими партнерами являются 18 зарубежных университетов. Я очень рад, как мои преподаватели, как они с нами работали. Они очень хорошие преподаватели. И я рад, что они нам учили, как мы хотели. В настоящее время объем информационных ресурсов ВУЗа позволяет обеспечить каждого обучающегося основной и дополнительной учебной, учебно-методической и научной литературой. Общий фонд библиотеки составляет более 436 тысяч единиц хранения. Библиотека обслуживает более 7 тысяч читателей. Активно развивается студенческая наука. Студенческая наука – это одна из главных составляющих вообще науки в ВУЗе. Потому что без студенческой науки, без учеников ученый не может существовать. Я всегда подчеркиваю, что студенты, аспиранты – это наши рабочие руки, которые помогают нам делать науку. Студенческая наука тоже сделала очень большие шаги за последние годы. В университете создано управление инновацией и информатизации, состав которого входят отдел интеллектуальной собственности и трансфера технологий, отдел информационных технологий, студенческий бизнес-инкубатор и вычислительный центр. «Стройинтех» занимается выпуском стройматериалов из местного сырья. IT-юнивер по разработке программных продуктов и созданию сайтов. АСМИТ – 3D-моделирование и прототипирование. Ботанический сад Тувы Ботанический сад Тувы входит в члены Совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока, а также находится в составе ботанических садов России. Ботанический сад Тувинского государственного университета играет важную роль в сохранении генофонда растительных сообществ Тувы. «Самое главное – это биоразнообразие, которое существует у нас, в нашей республике, понимаете, начиная от степей и до бореальной тайги, у нас все зоны есть. И вот это биоразнообразие, его охота была бы сохранить и приумножить, ну и даже некоторые семена, некоторых растений собрать, чтобы была коллекция семян». Тувинский государственный университет всегда задавал ту наивысшую планку, по которой равняли преподавательский уровень, вузовскую науку, образованность и интеллигентность. Студенты Тувинского государственного университета – это самая активная часть молодежи Республики Тыва, самая креативная, самая интеллигентная, спортивная, творчески одаренная. Они в будущем станут той самой элитой общества, которая позволит Республике Тыва развиваться как настоящему центру культуры, науки, образования и духовности народов Центральной Азии и, возможно, всего мира. Мы уверенно смотрим вперед и надеемся, что следующие годы станут благоприятными для нашего университета. Условия академической свободы, культ знаний и стремление к научному поиску – это те традиции, которые университет успешно сохраняет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова